Здравствуйте! Вот что бы мы сейчас делали без медицины, честно говоря? Вот как что заболит? Ведь куда мы идем? К врачу? Лекарство пьем? Не обязательно мы идем к живому врачу, мы можем книжку почитать. Мы люди-то образованные, в принципе говоря, представляем, как наш организм устроен, да? Как он работает, что нужно, чтобы что-то не болело, а что-то работало с полной отдачей. А знаете, откуда такие все знания у человечества? Знания в области медицины. Анатомии и физиологии человека. Все они стали появляться еще в позднем Снедневековье. Был такой бельгийский, говоря по современным языкам, а тогда это, наверное, называлось фламандский или фландерский, да? Ученый Визалий. Если в школе проходили историю немножко науки, то вы знаете, что Визалий открыл кровообращение наше. Вот он понял вот эти круги кровообращения, это все от Визалий идет. Так как он этим занимался, как он это открывал? Дело в том, что вот когда историки пишут про Визалия, чем он обязан своему успеху? Ведь остальные ученые тоже были неглупые, разбирались в своем деле и тоже занимались исследованиями. Но они занимались исследованиями на животных. А вот ему повезло, у него были замечательные, хорошие отношения с местным палачом, просто прелесть какие. И вот, значит, он читает лекцию своим студентам, знаете, такой огромный зал, вот уходящий вверх ряды сиденьев, мне так кажется. А внизу вот он должен оперировать, да? Должен препарировать, анатомировать, так тогда называлось. Так вот, ему всегда палач к его лекции как раз кого-нибудь убивал. Вот он как раз казнь подстраивал под расписание лекции Визалия. Представляете, какой кошмар, да? Представляете, почему так наука продвинулась? Потому что Визалию поставляли свеженькие трупы палач. С ним были хорошие отношения с палачом. Никто не помнит, как звали того палача. Но палач, он и есть палач. Вот, а Визалия все помнят. А вот он чем ему обязан. Дело в том, что медицина всегда... Знаете, вот у Пушкина есть такая фраза, сын ошибок трудных, да? Опыт, сын ошибок трудных. Вот эти вот ошибки трудные очень часто врачи совершали, и на этих ошибках учились. Был такой замечательный наш писатель, так сказать, Вересаев. Сейчас мало кто его помнит, но это был из тех писателей, что был медик параллельно. Он медик по образованию, но писатель. Надо же, не обязательно было заканчивать писательский институт в ту пору. Можно было быть медиком, как Чехов или Вересаев. И вот у него есть много статей в собрании сочинений, по крайней мере, в его, которые посвящены медицине. Такие критические статьи, полемические по поводу медицины. Он, собственно, в этих статьях знакомит, вот, так сказать, широкую общественность с методами, которыми в ту пору пользовались ученые в области медицины. Вот он берет просто статью какую-нибудь и пересказывает, цитирует, цитатами буквально. Цитатами, значит, как там специально, скажем, врач в плане эксперимента заражает больного какой-нибудь страшной болезнью. Тогда очень страшной болезнью считался сифилис. Если он таковым и является, ну вот он его заразил, например, и вот смотрит, вот он одному дает лекарство больному, которого тоже сам заразил, другого не дает, то есть обрекает на смерть. И смотрит, насколько положительно влияет лекарство, пишет об этом. И этому мы обязаны тем, что сейчас сифилис, в конце концов, побороли. Вот именно этим экспериментом. Или он, например, заражает женщину раком груди. И вот он, значит, препарат из груди больной женщины помещает в грудь здоровой женщины, которая имела глупость к нему обратиться, как к врачу. Да, он ее взял и заразил. Вот вот об этом Вересаев пишет эмоционально. Это начало 20-х годов 20-го века. Вересаев. Вот. Ну, сейчас вроде как это не популярно, но еще, скажем, в 50-х, 60-х годах на Западе, по крайней мере, ставились опыты над заключенными, над детьми из приютов. Им там давали в пищу радиоактивные изотопы, смотрели, как это быстро выводится. Все готовились к ядерной войне с Советским Союзом. Вот такие вот ужасные вещи происходили. Вот как медики, ученые в области медицины собирали свои знания, которым мы сейчас пользуемся. То есть, принимая какую-нибудь таблеточку, вы знаете, что все это еще восходит к тому палачу, который помогал вязали. Желаю вам удачи, всех вам благ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok